О событиях, которых не стоит забывать. Великая Отечественная война – это тяжелое время для страны. Современное поколение знает мирную жизнь, но мы должны помнить, кто завоевал для нас победу. Телеканал «Июнь» возобновил проект «Расскажи о своем герое». Очередная история на экране. Расскажи о своих прадедах которые участвовали в событиях Великой Отечественной войны. Мой прадед, Мажоровский Виталий Алексеевич, родился в 1924 году в городе Модилеве. В 1941 году мой прадед добровольцем уходит на фронт, в маршевую роту. В тяжелых боях под городом Липава он был контужен и тяжело ранен в голову. Часть осколков удалили, а часть он носил себе всю свою жизнь. У Виталия две боевые награды. Орден Великой Отечественной войны первой степени и Орден Красной Звезды. После ухода на пенсию мой прадед жил в Москве. Участвовал в юбилейном параде ветеранов на Красной площади. Моя прабабушка Мажоровская Ева Андреевна родилась в 1922 году. В многосеянном фильме «17 мгновений весны» в пятой серии крупным планом показана фотография девушек-снайперов. И среди них и была моя прабабушка Ева. Войну Ева закончила в Восточной Пруссии, у стен Кёнигсберга. В ходе боевых действий уничтожил больше 60 фашистов. За боевые подвиги была награждена орденами и медалями. Мой прадед Ников Борис Матвеевич после окончания школы он поступил в артиллерийское училище, после окончания которого был призван в авиационно-технический полк сержантом. Мой прадед отвечал за техническое состояние самолетов, которые наносили удар по противникам. Воевал на Белорусском фронте, дошел до Кёнигсберга. Он не любил рассказывать про войну. На сайте подвигнарода.ру я обнаружил, что мой прадед был награжден орденом Великой Отечественной войны 2-й степени. Моя прабабушка Никова Вера Александровна родилась в 1924 году в городе Ростове. Затем она с родителями переехала в город Баку. С 1942 года моя прабабушка была зенитчицей на знаменитой установке «Катюша». Мой прадед Фадеев Михаил Семенович всего в 17 лет он добровольцем уходит на фронт. Победа состоялась благодаря таким простым и отважным солдатам, как мой прадед. И ведь только благодаря им, нашим предкам, мы живем в свободной стране.